В историческом первом был обнаружен парадокс Алабамы. Парадокс Алабамы называется названием штат, с которым этот парадокс случился. Математически этот парадокс случается в следующем. В каком контексте вообще его обнаружили? Что на протяжении 15 века штатов США становилось непрерывно все больше и больше. И, соответственно, возникал вопрос, как именно увеличивать Конгресс. Вообще, за текущую историю США, как палада по столице, увеличилась от 105 до 435 депутатов. Она в 4 раза выросла. И это, конечно, был неордомобильный процесс, постепенно. И в какой-то момент решили, давайте вот сейчас просто обсудим и решим, сколько с очередного созыва будет мест. И они просто дальше не приняли это правило, и поэтому правило мы считали для, соответственно, разных численностей и сколько у кого штатов получается мест. И вот с Алабамой возник парадокс, заключавшийся в том, что если увеличить число мест в палате на единицу, то предстоительство Алабамы, наоборот, снижается на единицу. То есть парадокс заключается в том, что общее количество Алабам растет. Да, то есть кажется, что если мы сделаем, чтобы палата была больше, то представительство каждого штата должно остаться и на таким же его возрасте. Но по правилам получилось, что ваш выросло, соответственно, герметика снизилось. Значит, за счет чего такое могло быть? Значит, это могло быть только в ситуации, когда вот эти дробные части были примерно одинаковыми. Например, модельный пример про парадокс Алабама. Пусть у нас были очень близкие дробные части, я считаю, это было всего три штата, на которых состоится в сфере 5.33, 5.32 и 3.35. В сумме это будет 14, и по правилу Гаминтона вот эта, самая большая дробная часть 0.35, поэтому здесь это длиния 4, а здесь, соответственно, к 5, к 5. Значит, теперь что происходит, если мы одно место в Тадамис добавляем? Значит, раз уже будет 15 мест, соответственно, все вот эти вот нормы, представительство, должны вырасти. А как они вырасти? Они должны вырасти, они должны умножиться на 15.14. Соответственно, получаем 5.33 на 15.14, 5.32 на 15, умножить на 15.14 и 3.35 умножить на 15.14. Но дело в том, что 1.14 от вот этого числа 3.35, это сильно меньше, чем 1.14 вот от этих чисел. Вот, поэтому, если, естественно, ну даже если прикинуть, к примеру, посчитать без калькулятора, то здесь получается нам 1.14 от 5, ну это нам примерно 1.3 добавляется, да? То есть тут что-то типа 5.6. Значит, здесь тоже что-то типа 5.6. Вот, а здесь 1.14 добавляется только от 3. То есть тут примерно 0.2 добавляется, поэтому здесь получается примерно 5.7. Можно посчитать точно, но штат будет таким, что теперь вот эти вот две, вот эти два числа округляются вверх, а вот это будет 3.5. А вот это будет округляться вверх. То есть здесь будет 6, 6 и 3. Ну вот, в результате получилось, что этот вот третий штат потерял одно место, хотя общее числое место увеличилось делиться. Я считаю, это был первый парадокс. И да, вообще очень интересно происходило, что там реальное историческое палатокачество, что они посчитали для всех численностей палаты от 250 до 325. Кто сколько получает, выяснилось, что в некоторых местах, в некоторых ситуациях как раз снижалось, в представительстве Алла Абамы. И в итоге на голосование было поставлено ровно в тот вариант, где оно как раз вынешалось. Вот, в общем, предусаживался скандал. В результате решили, ладно, пусть бы 325, да, такого не получалось. Вот, но оказалось, что это не единственный парадокс. Ведь это не единственный парадокс, еще есть другие два парадокса.